Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Журавлей можно встретить на всех континентах, кроме Южной Америки и Антарктиды, но численность многих видов невелика, а некоторых остается очень низкой или даже продолжает уменьшаться. Поэтому объявление Всемирного года журавля – это сигнал тревоги для общества, сигнал о том, что редким видам животных угрожает опасность, и они нуждаются в нашей помощи, сказал Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. Основная причина сокращения популяции птиц – ухудшение условий естественной среды обитания и, как следствие, уменьшение кормовой базы и сокращение ареала. Крупные птицы, тем более гнездящиеся на земле, могут быть особенно уязвимыми перед различными угрозами. Играет и человеческий фактор – осушение болот и распашка для выращивания сельхозкультур, использование степей для выпаса скота, застройка мест обитания, выжигание сухой растительности, необходимое для гнездования журавлей, браконьерство в местах выведения потомства и зимовок птиц. И даурские журавли, и дальневосточные аисты являются видами, занесенные в Красную книгу России, в Красные книги регионов, в том числе Приморского края, и в Красную книгу Международного союза охраны природы. В год журавля продолжится работа по созданию новых и повышению статуса существующих особо охраняемых природных территорий в ключевых местах обитания журавлей и аистов. Фонд проведет учет численности птиц, поддержит деятельность антибраконьерских и противопожарных групп. В октябре 2020 года на Дальневосточной конференции по заповедному делу будет рассмотрена новая редакция стратегии сохранения японского и даурского журавлей, наиболее редких в бассейне Амура. А самой массовой кампанией этого года станет межрегиональная просветительская акция «Журавль-птица мира». Главная ее задача – предоставить жителям Дальнего Востока полную информацию о журавлях бассейна Амура, об опасностях, которые их подстерегают. Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом. Министерство здравоохранения готовится к масштабному распространению коронавируса в России. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья передает информационное агентство «Регнум». По его словам, каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране, пока прогнозировать нельзя. Нет достаточно точных коэффициентов, которые можно ввести в математическую модель. При этом, по его словам, это не означает, что нужно быть спокойными. Напоминаем, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинции Хубей. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Это патоген, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных. Китайский вариант способен передаваться от человека к человеку. Из Китая эвакуировали 25 человек в Приморье. Они вернулись в край во вторник, 4 февраля, через пункты пропуска. Как отмечают в региональном агентстве международного сотрудничества, граждане России по-прежнему могут воспользоваться возможностью въехать на территорию нашего государства в трёх пунктах пропуска в Приморье – Полтавка, Пограничный, Краскино. Эвакуация начинается в 10.00 по китайскому времени. Продолжает работу и горячая линия для граждан, находящихся на территории КНР и их родственников. При этом в пунктах пропуска на коронавирус проверено уже более 130 тысяч пассажиров, прибывших в Приморье. На данный момент случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекции в крае не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора. Режим чрезвычайной ситуации действует в Октябрьском, Хацанском и пограничном районах. Данные меры направлены на то, чтобы не допустить распространения на приграничных с Китаем территориях опасного заболевания. Более 100 тысяч медицинских масок поступят в аптеки Приморья на следующей неделе. Жители могут сообщить о завышенных ценах на лекарственные препараты, а также об отсутствии изделий медицинского назначения. Работает телефон горячей линии Роспотребнадзора. Ведомство ежедневно проводит мониторинг. Отмечается, что сегодня в аптеках края, особенно во Владивостоке, наблюдается повышенный спрос на защитные маски. Мелкие поставки до 10 тысяч осуществляются в край регулярно один раз в два дня. Крупная поставка медицинских масок, более 100 тысяч, ожидается к 14 февраля. Дезинфицирующих средств и противовирусных лекарственных препаратов в свободной продаже достаточно. Горячая линия по ценам на овощи открылась в Приморье. Жители могут сообщить о фактах резкого подорожания в торговых сетях. Нарушение антимонопольного законодательства проверит региональный Минпромторг совместно с Уфа с Россией. Специалисты отмечают, что сейчас доля местных овощей на продовольственном рынке края составляет около 50%. Остальной объем преимущественно завозится из Китая, Сибири и других регионов России. На оптовой розничной базе «Дружба» запасов овощей из борщевого набора достаточно. Их хватит на 2-3 месяца. Так, килограмм приморского картофеля здесь стоит 20-25 рублей, лук – 23-25 рублей, капуста – 25-28 рублей, морковь – 30-35 рублей, свекла – 23-25 рублей. Повышение этих цен в ближайшее время не ожидается. Острая ситуация складывается с поставками огурцов, помидоров, сладкого перца и зелени. По словам министра сельского хозяйства Андрея Бронца, приморские тепличные комбинаты производят почти 3000 тонн овощей в год. Этих объемов недостаточно, поэтому сейчас строится новый тепличный комбинат. При этом он отметил, что отпускные цены на овощи производители не повышали. Предприниматели турсферы Владивостока помогут бесплатно перевести на иностранные языки рекламную продукцию. Воспользоваться услугой могут кафе, рестораны, хостелы, гостиницы, санатории, базы отдыха, турагентства, частные медцентры и другие. Получить государственную поддержку можно в центре «Мой бизнес», сообщили в мэрии. По мнению экспертов, необходимость обусловлена тем, что поток иностранных туристов в Приморский край бьет рекорды. Только в прошлом году он вырос на 21%. Регион принял более 940 тысяч зарубежных гостей. Из них все больше туристов, которые предпочитают путешествовать не организованными группами, а самостоятельно. Перевод выполняют профессионалы с большим опытом работы. При необходимости его можно нотариально заверить. Российские эксперты помогут оптимизировать движение и уменьшить пробки во Владивостоке. Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры разработают ведущие институты страны. В ближайшее время будет объявлен аукцион на поиск подрядчика. Именно на основе этой научно-исследовательской работы будет вести строительство новых дорог и развязок, а также реконструкция существующей дорожной сети. Подрядчику необходимо будет разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, концепцию интеллектуальной системы с корректировкой комплексной схемы организации дорожного движения Владивостока, а также схему организации обслуживания населения общественным транспортом. Разработать программу необходимо в этом году. Ежедневно почти 50 тысяч поездок на общественном транспорте Владивостока пассажиры оплачивают банковскими и транспортными картами, смартфонами, брелоками и браслетами с функцией бесконтактных платежей. Сервис доступен во всех автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникуляре города. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно приложить карту или мобильное устройство к валидатору. Каждый день таким способом во Владивостоке проходят 49 тысяч транзакций. Так, в январе услугой пассажиры воспользовались более полутора миллионов раз. Из этого количества 52 тысячи поездок пассажиры оплатили с помощью единой транспортной карты. Село Малая Кема Тернейского района связали авиасообщением с районным центром. Местные жители теперь могут долететь до Тернея всего за 20 минут. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья, после обращения жителей села был скорректирован маршрут Терней-Акзу. Теперь он включает село Малая Кема. На автомобиле это расстояние занимает 2,5 часа. Вертолет будет летать по вторникам. Стоимость билета в одну сторону 540 рублей. Время вылета из Малой Кемы – 10 утра. Для ожидания рейса предусмотрен служебно-пассажирский модуль. В случае необходимости количество маршрутов будет увеличено в летний период. Напомню, в настоящее время Малая Авиация летает по 13 маршрутам внутри Приморья. Самолетами и вертолетами для путешествий по краю в 2019 году воспользовались более 30 тысяч человек. На Русском острове продолжает работать лыжная трасса для любителей этого зимнего спорта. Она расположена недалеко от школы номер 5 в поселке Канал. Как сообщили в городском управлении физической культуры и спорта, бесплатно покататься на лыжах могут все желающие. И в выходные, и в будние дни здесь собирается много посетителей. Приходят компании друзей, семьи. По будням трасса открыта с 12 до 17 часов. В выходные – с 10 утра до 17. Недалеко от трассы работает прокат лыж. Лыжи выдаются также бесплатно под залог. Партнер выпуска новостей – торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...